Встреча с Фараоном Книга Бытие, 47 глава, с 1 по 12 стих И пришел Иосиф, и известил Фараона, и сказал, Отец Мой и братья Мои с мелким и крупным скотом Своим и со всем, что у них, пришли из земли Хананской, и вот они в земле Гесем. И из братьев Своих Он взял пять человек и представил их Фараону. И сказал Фараон братьям его, Какое ваше занятие? Они сказали Фараону, Пастухи, овец рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они Фараону, Мы пришли пожить в этой земле, Потому что нет пожити для скота рабов твоих, Ибо в земле Хананской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. И сказал Фараон Иосифу, Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, Поставь их смотрителями над моим скотом. И привел Иосиф Якова, отца своего, И представил его Фараону, И благословил Иаков Фараона. Фараон сказал Иакову, Сколько лет жизни твоей? Иаков сказал Фараону, Дней странствования моего сто тридцать лет. Малы и несчастны дни жизни моей. И не достигли до лет жизни отцов моих Во днях странствования их. И благословил Фараона Иаков, И вышел от Фараона. И поселил Иосиф отца своего, И братьев своих, И дал им владение в земле Египетской, В лучшей части земли, В земле Раамсес, Как повелел Фараон. И снабжал Иосиф отца своего, И братьев своих, И весь дом отца своего хлебом, По потребностям каждого семейства. Размышления, часть первая. Братья Иосифа перед Фараоном. Книга Бытие, 47 глава, С первого по шестой стих. Пятеро братьев Иосифа Удостаиваются встречи с Фараоном, Самым могущественным властителем того времени. Фараон спрашивает, Чем они занимаются? Не просто из интереса. В то время, Монарх определял место каждого В общественной иерархии. По закону, Каждый египтянин Был обязан Ежегодно подавать отчет О своей жизни царю Или начальнику своей области. Здесь мы видим Глубокий прообраз Евангелия. Если бы Иосиф Не был так могуществен И не занимал в Египте Второе место после фараона, Эти простые пастухи Никогда не были бы допущены Перед лицом властителя. Иосиф Прообраз Иисуса Христа Благодаря Безупречному послушанию И крестной смерти которого Мы получаем доступ К небесному Отцу. Помните, Что вы имеете Неограниченный доступ К Отцу Благодаря Христу, Посреднику Между Богом И человеком. Взаимоотношения с Богом Невозможны Без Божьего Сына Иисуса. Размышления Часть 2 Отец Иосифа Перед фараоном Книга Бытье 47 глава 7 по 12 стих Встреча Иакова с фараоном Это в каком-то смысле Искупление. Пару столетий назад Другой фараон Изгнал из Египта Авраама, Деда Иакова, За то, Что тот обманул его, Назвав свою жену Сестрой. Вероятно, Беседа между Иаковом И фараоном Передана не полностью, Но заканчивается она тем, Что Иаков Благословляет фараона. По иронии судьбы, Бедный, Отчаявшийся, Изголодавшийся человек Благословляет Властелина, Ни в чем, Не испытывающего Недостатка. Иаков говорит О 130 прожитых им годах, Как о странствовании, Что подразумевает, Этот мир Не является его Истинным домом. В 11 главе Послания к евреям Иаков будет назван Одним из героев веры. Все сии умерли В вере, Не получив обетований, А только издали Видели онные И радовались, И говорили о себе, Что они Странники И пришельцы На земле. Помните, Что наша жизнь Это всего лишь Странствие По пути К нашему Истинному Небесному дому. На земле Мы только Странники. Нет необходимости Слишком комфортно Устраиваться здесь. Мы тут Проездом. Продолжение следует... Продолжение следует...